Выбрались не все. Многие. Из 46-ти 30 человек я вывел. Братья многие легли. 200-300. Сам 300. Такие видеообращения с фронта уже обыденность. Российские оккупанты теряют целое подразделение, пытаясь захватить населенные пункты Украины. Людей не хватает, потери растут, командование посылает в смертельные штурмы. Чем меньше у России войск, тем больше она стачивает. Потому что можно закидать мясом на каком-то направлении, но если у вас достаточно мяса, если у вас мяса недостаточно, вы закидываете мясом, и все, что вы получаете, это просто потери, без какого-либо серьезного продвижения вперед. Российские Z-военкоры пишут, что из-за дефицита военных никакой мобилизации не будет. К тому же нужно готовиться к новому набору резервистов в армию. И начаться новая мобилизация может в любой момент. Рассуждения о мобилизации бессмысленны. Там два, а по факту один человек, примут решение, когда будет нужно. Военкоматы такую работу действительно проводят, но не потому, что готовится скорая мобилизация, а чтобы не повторить того хаоса осени 2022 года. Важная информация для мобилизованных и всего российского общества. Министерство обороны прорабатывает план на ротацию и мобилизацию-демобилизацию на осень 2024 года. А вот в Кремле проводить мобилизацию не спешат. У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Первая волна мобилизации сильно тряхнула стабильность путинского режима. Вторая будет еще опаснее. Решение Путина сильно не нравится Z-Wine Corps'ом. Дед просто боится мобилизацию объявлять, чтобы народ не узнал, наверное, что на самом деле вы там творите. Это натуральное чистилище. Российские власти, напоровшись на недовольство жен мобилизованных из организации «Путь домой», признали их иноагентами. О демобилизации никто не говорит вообще и не представляет ее возможной. А вот о мобилизации говорят многие и ждут ее вот каждый раз, что называется, со дня на день. Но в Кремле намекнули, готовы провести так называемую ротацию мобилизованных. Что сейчас придумали россияне? Провести не мобилизацию они хотят, а так называемую ротацию. Слово другое, но суть, в общем-то, одна. Смотрите, главное мобилизационное управление, генштабы Российской Федерации, о вооруженных силах Российской Федерации, следуя указаниям президента Владимира Путина, заканчивает проработку плана, цитата, мобилизационной ротации личного состава. Что это такое? В чем там суть, собственно? Смотрите, сначала всех, ну почти всех, оставшихся в живых с осени 22-го года мобиков переведут на контракт. 5-10 тысяч человек отправят домой в рамках этой ротации, в кавычках, да? Их покажут по телевизору. И военкоматы будут набирать опять россиян. Причем наберут, я думаю, не пару тысяч человек, а наберут 300-400 тысяч человек типа на ротацию. Каждый день войны российская оккупационная армия обходится минимум в 250 смертей путинских солдат. Из-за нехватки живой силы в бой отправляют раненых. Набор на контракт буксует, на ситуацию не влияют даже миллионные выплаты. Поэтому, по словам военных экспертов, вскоре Кремль вернется к методам осени 2022 года, принудительной мобилизации, для которой придумают новояз.